Приветствую, друзья! Хочу всех поблагодарить участников нашего вчерашнего вебинара. Как было замечательно, какие были интересные вопросы и какое было общечеловеческое общение. Действительно, наша школа Человек-Бодящего, Homo Futurus, это школа человечности. Обмен опытом, и там было приятно посмотреть, как человек говорит. Говорит, раньше я бы никогда в жизни не вышло вот так вот разговаривать прямо в эфир, а теперь могу. Ну вот это вот, это же вот то, что ценно. Да, друзья, это во-первых. Во-вторых, я приглашаю вас на очередной регулярный бесплатный ликбез, который состоится через пару дней, будет объявление. Потом будет опять вебинар. У нас много возможностей, чтобы вы могли получать консультацию. Во-первых, бесплатную, личную в Zoom. Во-вторых, платную, если хотите, потому что есть люди, которые мне пишут, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Нам лучше заплатить, чтобы знать, что там нет никакой каверзы. Ну, платите, кто вам мешает. И получайте бесплатно, кто вам мешает. Выбор есть у вас. Да, до встречи, друзья. Кстати, я хочу в следующем ролике рассказать о том, что такое, вернее, задать вопрос, что такое здесь и сейчас, вот это модное понятие, которое гуляет по свету. И что такое абстрактное мышление. Об этом мы поговорим. Это очень важно, потому что если мы определимся, что же это такое на самом деле, определим эти термины в понятиях, мы будем лучше понимать друг друга, потому что есть люди буквального мышления, буквальный подход к жизни, к словам. А есть люди, которые мыслят абстрактно. Да, и вот между ними тоже есть отсутствие взаимопонимания. Есть философы, которые отучённо мыслят метафорами, например. А есть люди, которые мыслят буквально. Для них, например, вечность – это вечность, рай – это рай, ад – это ад. Бесконечность. Одна из человека мыслящего философски – это условные понятия. Ну, таким образом мы немножко поговорим на эту тему. До встречи, друзья. Продолжение следует...